Девушки отдыхают Проходите, пожалуйста. Благодарю. Девушки отдыхают 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 Давай, давай, давай. Тащи, смотри. Возьми. Тащи. Давай, давай, скорей, скорей. Победай, ты. Тащи, тащи. Тащи, тащи. Тащи, тащи, тащи. Тащи, и банковой несла. Та и пожара-то не было. Просто шашками все задымели. Обычно, когда срабатывает пожарная сигнализация, вызов сразу к вам на пульт поступает? Конечно, в ту же секунду. Ну ладно, понятно, спасибо. Сержант, ну что, показания взял? Записал всё? Давай распускай. Пожарные быстро приехали. Они моментально прибыли, мы все стояли и ждали на улице. Они вбежали внутрь, и вход был заблокирован машиной. Мы толком ничего не видели, только дым повалило, и всё. А потом они вдруг уехали, и появилась вторая машина. А вы, я так понимаю, охранник будете всего этого великолепия. Да, вернее был. А чё был-то? Вроде живы-здоровы. А кто же меня теперь здесь оставит? После того, как всё вынесли, Фёдор Павлович с меня теперь три шкуры сдерёт. Кто это? Начальник нашей охраны. Фёдор Павлович Котиков. А что, прям таки всё вынесли? Да, всё. Ещё ячейки взорвали. Сколько же их было? Смотрю, тут целая армия прошла. Четверо, они прям внутрь зашли. Там один здоровый был, такой здоровый, как лось. Кого-нибудь в лицо запомнили? Я никого не видел, они все в масках были. Вон, кстати, Фёдор Павлович подъехал. С того я потом разберусь. Котиков Фёдор Павлович. И что с того? Уголовная розыск майор Чепиков. Дальше что? Можно пройти? А вы, Фёдор Павлович, никак отказываетесь сотрудничать со следствием? Вы хотите поговорить, майор? Просто мечтаю. Ну, пойдёмте в мой кабинет. Мне сказали, что он уцелел. Только быстрее, меня ребята ждут. Пошёл он со мной. Ну, пойдём, пойдём. Прошу вас. Мне известно столько же, сколько и вам. Меня самого сегодня только сдачей выдернули. Я думаю, всё-таки побольше. Последнее время в банке с пожарной сигнализацией проблемы были? Нет, никогда. Вы уверены? Когда в последний раз проверяли? С неделю назад приезжали пожарные инспекторы. Что ещё? А фамилию пожарного инспектора имеется? Это был сам начальник пожарной инспекции Реутов Андрей. И с ним ещё молодой человек. Кто в банке имеет подход к настройке пожарной сигнализации? Я мой зам, ну и все пожарные. Я ответил на ваш вопрос? Нет. Где зам? В отпуске Петраков. Всё? Какой же вы нетерпеливый, а? Пожарная сигнализация и сигнализация охраны связаны? Это две разные системы. Вы уже примерно представляете похищенную сумму? Да, мне уже доложили. В вынесенном из хранилища сейфе находилось чуть более пяти миллионов долларов активов нашего банка. Это что, нормальное явление для банка? В такое время суток не многовато ли? В пределах нормы. Что было в ячейках? Это тайна клиентов банка. Нам не известно, что находится содержимом ячеек. Мы будем связываться с пострадавшими. Может быть, грабители искали что-то определённое в хранилище, а? Я же сказал вам, пока непонятно. Ладно. Я вам задам этот вопрос попозже. Вы не сыном сейфа. Были только наличные? Сколько же у вас вопросов сразу? Никто не мог предположить, что сегодня в этом сейфе могут быть деньги. А всё-таки, кто мог знать? Я, директор банка Лившиц и главбух. Да ладно, Фёдор Павлович. Вы же сами понимаете. Непоступивший сигнал на пульт. Сумма в сейфе. Нечто в ячейках. Это всё говорит о помощи изнутри. Чтобы я не думал, называть кого-либо сейчас вам я не собираюсь. А записи наблюдения с камер можете мне дать? Да, пожалуйста. Рыженко, позовите и скажите, чтобы захватил записи с камер видеонаблюдения. Да, слушаю. Алло, Андрей, привет. В Ростове два дня назад была у меня пожарная машина. Думаю, та самая. А что, эти пожарные машины такие маленькие и незаметные, что их так просто можно украсить? Ну, не знаю. Давай я проверю. Да, конечно. Поезжай сейчас. Нечего тянуть время. Да, всё. Можно. Принёс. Они их забрали. Ну, чё ты ковыряешься? Бери давай! Да, да. Ну, чё ты ковыряешься? Бери давай. Открывай! Открывай. Тут ещё так. Сюда. Так, сюда. Расходимся. Паспорта, билеты, мобильные, всё у вас есть. Завтра вечером завершаем сделку, переправляем деньги, улетаем. Вы вдвоём сидите на месте и не высовывайтесь, как ни в чём не бывало. Вы известная парочка. Тебе, агент, могут ещё проверять. Главное сидеть тихо, так что не рэпойся. Понял меня? Ты не в теме, понял? Всё, добро. Расходимся. А вы, собственно, кто? Вас кто пустил? Извини, зайка, тут ко мне посетитель. – Доброе утро. – Доброе. Уголовный розыск, мэр Чапиков. Присаживайтесь. Спасибо. Что случилось? Про утреннее происшествие в банке Ярбанк слышали? Да, мне уже звонили. Вы там недавно пожарную сигнализацию проверяли? Да. А, собственно, в чём дело? Не сработала она. Вернее, сработала, но не так. Сигнал не поступил на пульт пожарной охраны. Хм. Странно. Я сам лично ездил проверять, всё было в порядке. Если б потом что-то закоротило. А бывает, замыкаешь? На самом деле нет. Это же перенастраивать надо. А как перенастраивать? Ну, не просто, но можно. Ну, например, сигнал пойдёт не в МЧС. Или вообще вырубить связь между пультом и объектом. Ну, если голова на месте есть, и руки из того места растут, то можно много чего придумать. А с вами тогда, говорят, помощник приезжал? Да. Молодой инспектор из новеньких Алексей Конюхов. А у него руки из того места растут? Да. И голова у него на месте. Толковый парень. А где он сейчас? Ну, я сейчас узнаю. Алло, Марина, скажи, пожалуйста, Конюхов здесь? Нет. Спасибо. Странно. Не явился сегодня, никого не предупредил. Да. Какой необязательный молодой человек. Нет, нет, нет. Что вы, я на Конюхова дам самую хорошую характеристику. Нам бы не характеристику, нам бы адрес, телефон. Ну, это вам в отделе кадров идут, а секретарь проводит. А я дам распоряжение. Ну, понятно. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Марина, сейчас к тебе придут из полиции, дашь адрес Алексея Конюхова. Понюхова. Угу. Спасибо. Ау! Есть кто живой? Здрасте. Да, добрый день, барышня. Вы не пугайтесь. Вы по какому вопросу? Уголовный розыск. По поводу угнанной машины. Так из ГИБДД уже приходили? Да. Извините, я как-то не успел прочитать. Как вас зовут? Варвара. Варенька, всю ответственность по поводу угнанной машины я осознаю. И я не об этом. Меня интересуют ваши сотрудники, в том числе бывшие. Кто сюда мог войти, открыть ворота и выехать? Не, все дома были. С женами, с детьми. Вы что? Я тут один. Я просто засну. И ничего не слышали? Не, я крепко спал. Выпившие, что ли, были? Ну, каюсь. Был. Все равно я не верю, что каждый может войти и угнать машину. Не, не каждый. Тут сноровка нужна. Значит, может быть, все-таки кто-то отлучался с ту ночь от жены? Не, в моей бригаде воришек нету. А потом всех уже запрашивали. Спрашивали. И у всех было, это, алиби. Ну, хорошо. Может быть, тогда кто-то увольнялся из вашей бригады недавно. А, да-да-да-да-да-да. Гена Спиридонов. Он где-то три недели назад в Ярославль переехал. Ну-ка, расскажите-ка поподробней. Так, хороший парень. Не воришка. Но, правда, сидел. Хорошо. А почему он уволился? Ну, не знаю. Наверное, захотелось в Ярославле, деньги посулили. Не знаю. Ну, а адрес в Ярославле, вы его знаете? Да. А я уже давал вашим из ГИБДД. Угу. Хорошо. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Ну, тут я подумала, что этого Спиридонова нужно проверить. Человеку со стороны пожарную машину угнать сложно. Ну, то есть, говорила, его проверяли по поводу угона-то. Ну, мало ли, как проверяли. Ты что, не знаешь ГИБДД? Ну, давай, пожарный, открывай. Погоди. Дверь-то открыта. Ну, что, вызывай криминалистов. Парня-то убили, по-моему, недавно. Еще теплый. Да, смотри, вещи собраны. Похоже, он куда-то собирался. Причем быстро. Котик мой, поэтому и страшно. Погоди. Еще только один день прошел. Я уже не могу ждать. Потерпи, не переживай, малыш. Все по плану. Все по плану. Что ж, наш товарищ, чьи огни в духе? Одни лишь трупы вообще мало кого радуют. Этот труп нам совсем не к месту. Что под Спиридонову известно? Ну, что, учился в пожарном училище. После окончания сел на три года, по 161-й статье. Ограбили квартиру с подельником. А есть доказательства, что это он угнал пожарную машину? Никаких. Плохо, Варя, плохо. В квартире ничего не обнаружили? Абсолютно ничего. Но он куда-то собирался. Кидал вещи в сумку, дверь открыл сам, взлома не было. А ему с порога, прям в лицо и выстрелили. Так может, если он участвовал в ограблении, то стали деньги делись? В котором часу его убили? Ну, где-то за час до нашего приезда. Часов в восемь вечера. А что по подельникам с прошлой ситки известно? Один был подельник. Кузьменко Константин. Вышел недавно, тогда ему дали больше. Напал на хозяйку квартиры. Так. Навести его, Жень. Хорошо. А ты, Варя, давай поищи мне информацию по этому охраннику Рыженко. И по Петракову. Замначальника охраны банка. Ага, я все поняла, товарищ майор, я все сделаю. Так, копать не перекопать. Да еще этот Котиков мутный тип. Да, мутный. Но ты знаешь, светлых и чистых, начальника охраны, тем более банка, не берут. Что ж в ячейке было-то, а? Явно ведь за ней шли. Взорвали по-научному, аккуратно. Ах, да, этот Конюхов. Али, Алексей. Этот молодой перспективный пожарный инспектор, что по нему? Ну, Алексей Конюхов в сводках не всплывал, дома не был, в больницу не попадал. В общем, как сквозь землю провалился. Да-да-да, Мари. Только так, знаешь, не бывает. Зашел он где-то, залег. А то, может быть, его и самому вложили. А вообще-то, эти ребята мне нравятся. Обстановили все лихо, а? Не по-простому так вот. Давай, ложись, стрелять буду. На пол. Изюминку нашли. Пожарная машина. Напились вы там, что ли, сволочи, на радостях? Да что ж такое-то? Подожди, подожди, подожди. Что это у вас тут? Да вот Кузьменко и седьмой. Полевое ранение. Но жить-то будет? А кто его знает? Уже час как мучается. Ну, вы уж постарайтесь как-нибудь. Постараемся. Ну... Ну, час мучается, а жизнь, значит, должен. Должен, должен, будет. Постараемся. Давайте. Поехали. Давайте, постарайтесь. Угу. Добрый. Убили. Денисов. Вот, говорит. Убили. Да не убили его, он выживет. Все нормально будет. Убили. Выживет, конечно. Он только ранен, успокойся. Пойдемте, поговорим. Позже. Да. Да. Да, да, Эдуард Юсифович. Я, я работаю. Я найду, клянусь. Работаешь? И что же ты уже сделал? Нашел парочку уже. Раскручиваю следы от них. Федор, ты меня слышишь? Ты не просто головы лишишься. Я тебя в порошок сотру. Так точно, Эдуард Юсифович. Ты хоть тех нашел? Да тех, тех. Использовал старые связи для получения информации. Они у меня скоро все один за одним в кулаке будут. Федор, я одного не понимаю. Про мою ячейку знали только ты и я. Да я понял. Эдуард Юсифович, вы же не думаете? А настой дороже всего говна в других ячейках, Федор. Не найдешь, уничтожу тебя и всех, кто тебе дорог. Ты понял? Я на рынок выходила, а Костик еще спал. Угу. Возвращаюсь, дверь нараспашку, и он лежит, прям весь в крови. Кровища много было. Когда возвращались, вы никого не видели? Нет, никого. Ему сейчас делают операцию, поставят на ноги. Я посмотрю, он у вас парень спортивный, крепкий, да? Да, спортивный. Он в цирковой студии занимался в детстве. Угу. А вот рядом с ним это кто? А это Вова Каштанов. Вернее, Боб Каштан, звезда цирка, силач. Он лошадь рукой подымает. Угу. Они вместе занимались в студии цирковой. Угу. Ну и где сейчас этот Вовка Боб? Так, наверное, на гастролях постоянно разъезжает. Угу. Правда, Костя говорил, что он должен в этом месте заехать к отцу. Отец у него старенький. Здесь неподалеку живет. А вы можете мне дать адрес, где живет его отец? Адрес, конечно, могу. Ты мне расскажешь, гаденыш, кто еще с вами был? Дмитрий Павлович, я же никого не знаю. Я же не приличом. Не мычи, бычара. Ты что, Солоха меня держишь, да? Дмитрий Павлович, я же никого не знаю. И это, это... Брюш, папа. Молодой человек, здрасьте. Здрасьте. А вы здесь проживаете, да? А с какой целью интересуемся? Капитан Денисов, предъявите, пожалуйста, документы. Конечно. Спиридонов мертв. Кузьменко в больнице, в тяжелом состоянии. Конихов пропал. Рыженко этот, охранник из банка. Вчера домой не возвращался. Конандоль какой-то. Кто-то все время на шаг впереди нас работает. М? Варь. М? Результат баллистической экспертизы. Готов? Через час будет готов. Но эксперт сразу сказала, что похоже, и в Кузьменко, и в Спиридонова стреляли из одного и того же пистолета. Да, в этом я даже не сомневаюсь. И Женька куда-то пропал, уже который сейчас трубку не берет. Что-нибудь по банковским делам накопало? Да, в общем, данные по Петраковой и Котикову закрыты. Единственное, что известно, они оба бывшие сотрудники ФСБ. Работали вместе, ушли в банк вместе, работают там пять лет. Да-да. А до этого, как водится, банк сами и крышевали. Да. Так, директор банка Лившица Эдуарда Иосифовича, 56 лет. Жена Анастасия Лившица, 40 лет, бывшая актриса. Бросила театр, когда вышла замуж. А вот по Петракову я нашла еще кое-что интересное. Петраков и Анастасия Лившица лет 10 назад проходили с свидетелем по одному и тому же делу. Так. Кражи в театре у иностранного посла. Он от ФСБ курировал. Ну, Варя, ты неплохо за утро поработала. Молодец, набираешь обороты. Спасибо, стараюсь. Ух, найти бы этого Конихова и Рыженко, пока их кто-нибудь другой не нашел. Да. Сонтар Палыч, к вам тут майор Чебиков из милиции. Ой, полиции. Один хрен я занят. И он настаивает? Прилипал, а. Скажи, пусть приемный подождет меня. В кабинете принять не могу. Ух. Что на этот раз, товарищ майор? Да вот, пришел еще раз задать вопрос. Что в ячейках было, выяснили? Из пострадавших ячеек использовались пять. Мы связались с арендаторами четырех из них. Составили опись, деньги, драгоценности, документы. Хозяин пятой ячейки неизвестен. Договоры не нашли. Интересно. Может, там и не было ничего, а? Может. Или без договора положили? Это исключено. А для кого исключения такие делаются у вас? Не для кого. А с этим человеком, который убил менеджера и бросил дымовую шашку, с ним тоже не заключили договор, да? С ним заключили. Но я проверил. Такого человека нет. Данные поддельные. Вы, господин Котиков, смотрю, сами хотите поймать по-быстрому этих бандитов. М? Так? Я рад, что в полиции есть такие думающие люди. А не пошел бы ты, майор. Работать мешаешь. Послушай ты меня, Котиков. У меня к тебе так много вопросов, что я даже не знаю, с какого начать. Со Спиридоновым был знаком? Ты что мне цирк тут устраиваешь? Какой Спиридонов? Я вообще с тобой разговаривать не обязан. Бери в ордер и приходи. А пока гудбай. А зам твой, Петраков, где? За границей, в Австрии. Ты ему по электронке напиши. Когда вернется? В понедельник к работе приступит. Охранник ваш банковский, Рыженко. Может, слыхал, что он вчера домой не вернулся? Он тоже в Австрии? Без понятия. Я не обязан следить за ним, майор. Уволен он уже, задним числом. Вопросы еще есть? А то у меня тебя так башка раскалывается. Ну и дурак ты, котиков. Ух! Алло! Алло! Андрей! Ну, короче говоря, это… Алло, милый, ты где? Малыш, я рядом. Не бойся, скоро мы увидимся. Тёма, ты как-то странно говоришь. У тебя, у тебя всё в порядке? Объясни, что случилось? Сделка откладывается. Покупатель боится. Только не это. Но почему, почему? Мы наследили деткой Костя. А что с ними? Ну, я же тебе говорила, надо было брать других. Он идёт по следу. Он их убил? А она, она у тебя? Да, она у меня, Малыша. Скоро Эдик приедет, он же ничего не знает. Знает. Он ему сказал. Если он узнает, что это я рассказала, он же меня убьёт. Твои идиоты наверняка уже ему всё рассказали или расскажут. Нет, нет, я позвоню, Малыш, не успокойся. Прошу тебя, веди себя, как ни в чём не бывало. Запомни, ты вообще ничегошеньки не знаешь. Новостей не смотришь, поняла? Да, поняла. Помни пока дверь, он вообще на нас не думает, а это сто процентов. Ладно, я поняла. Я уверен, этот парнишка охранник, Рыженко, у него в кабинете. Котиков забьёт его до смерти. Надо брать с поличным. Пока за удержание человека нанесение тяжких телесных. Сегодня, сейчас. Спокойнее, майор. А если нет там никого у него в кабинете? Да, под мою ответственность. Он там. Ордер на задержание Котикова нужен. Я уверен, это он идёт перед нами. И к Спиридонова наведывался, и к Кузьменко. Жди, майор, не так быстро. Так, оружие его. Сразу отправишь на экспертизу, понял? Да. Каштанова Циркача этого в розыск. Конюхова в розыск. Ещё есть информация по пожарной машине. Её нашли в лесу, случайно, местная. Так, я предлагаю Варе с криминалистами ехать туда и снимать отпечатки пальцев. А мы с Женей в банк. Так, потрепление нужно? Нет, не надо. Я сам справлюсь с этим котирой. А ты не хочешь поговорить с Лившицем? Так он на банковском форуме в Швейцарии. Связаться с ним невозможно. Вот скоро приедет, пообщаюсь. Да не может быть, что в ячейке было пусто, или сам директор банка не знает, что там. Вообще, Андрей, если нет договора на аренду этой ячейки, то там могли лежать вещи кого-то из руководства. Лившица? Например. Ведь он единственный мог туда положить что-то, и при этом не фиксировать. Ну, значит, там целое состояние. Если у нас за день полтора трупа, не считай менеджера в банке. Товарищ полковник, я запрос сделал по Петракову на вылет в Австрию. Ну? Проверили половину рейсов. Из Москвы за последние полторы недели Петраков Артем Сергеевич по базам не проходил. Не пролетал, значит. Вот что, Варя, после того, как разберешься с пожарной машиной, дуй в больничку Кузьменко, и как только он придет в себя, бери его в оборот. И звони мне. Вот эти ребята машину нашли. Ага. Здравствуйте. Привет. Ну что тут у нас? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну что, рассказывайте, вы нашли машину? Ну, это, мы сегодня с Настей гуляли, решили институт загнуть. И вдруг увидели машину. Ага. А вы в нее залезали? Нет? Нет, мы как только увидели ее, сразу в полицию сообщили. Понятно. Да. Вы тогда подождите, хорошо? Да-да, конечно. Ну что тут, отпечатки есть? А, почти все потерли. Блин. Да не вешай нос. Я сказал, почти все. Руки! 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 Что майор, ордер ворожился? Говоришь, не видел Рыженко? А это кто? Конь в пальто. Конь в пальто. Жив, без сознания. Шустрый ты майор, как в лоха. Заткнись и побереги слова. Нам еще с тобой целую ночь беседовать. Двигай. На выход. Жень. Да. Скорую вызовы. Прошу. Молчи, молчи. Тебе нельзя. Как он тебя отделал? Ты ему ничего не сказал? Обижаешь. Молодец, молодец. Я так и знал. Хорошо. 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 Это, я бы забрал тебя отсюда. Да, плох ты очень. Тебя лечить нужно. Понимаешь? Лечить надо. Не могу я тебя сейчас забрать. Руки поднял? А ну стоять! Живой. Живой. Врача сюда! Ну зачем ты туда полез? Деньги хотел прибрать себе? Я начальник охраны серьезного банка. Вы думали, я буду сидеть на жопе и ждать, когда менты чего-то раскроют? А убивать зачем? Да не мочил я никого. Не мочил никого. Что? А грабителей искал? Искал. Работа у меня такая, майор. Я ищу похищенные бабки и продвинулся дальше вас. А вот мочить я никого не мочил. Как ты вышел на Спиридонова? А кто такой Спиридонов? Послушай меня, вояка. Спиридонова и Кузьменко стреляли из одного ствола. Спиридонов мертв. Тут твоя сноровка сработала. А вот с Кузьменко осечка вышла, жив он. И даже может говорить. Вполне внятно. Ну так и ствол нашли. Подскажешь, куда выбросил, найдем? А чё ж ты предъявляешься-то мне, а? Нет ствола, нет разговора. Ты чё не понял? Кузьменко опознал тебя. Всё. Финита ля комедия. Как ты вышел на Спиридонова, спрашиваю. Живучий этот Кузьменко. Да. Как вышел, спрашиваешь. Старые связи. Старые связи. А зачем охранники избивать-то, а? А по опыту знаю, что в ограблении всегда замешан кто-то свой. Ну да. Начал с идиота Васи. Да, мы видели, как ты начал. А чё, менты другие методы используют? Хочешь, сравним. Да небось, не трону я тебя, кому ты нужен. Как ты понял, что Спиридонов банк брал? Он сам и признался. Перед смертью? Ну а деньги? Денег я не видел. Как нашёл его? Мне установить, с кем сидел Спиридонов, труда не составляет. Это вот ты медленно соображаешь, майор. Вот поэтому ты майор. Я-то майор. А ты теперь урка. Ну, ребята, ну вы сработали. А Варя-то, а? Варя! Да, наша тихоня себя показала. Петрахова голыми руками взяла. Ну, не голыми, а с пистолетом. Ну, женщина с пистолетом – это красота. Ну что, Андрей, наша головоломка складывается. Да, картина маслом. Петраков в больничке, но не колется, зараза. Но то, что ограбление организовал он, сомнений нет. Он был в курсе и про деньги, и про ячейку. Сколотил банду и решил проблему с сигнализацией с помощью Конюхова. А Петраков сам был в пожарной машине. Нашли отпечатки пальцев Спиридонова и Кузьменко. Вероятно, там были и Каштанов, и Конюхов. А Каштанов подходит под описание этого здоровяка, который был в банке. Но где они сейчас, не знаю. Я так… А Котиков? Котиков начал свое расследование, убил Спиридонова, ранил Кузьменко и сбил Рыженко. Последний вряд ли был замешан, был бы при делах. Все бы выдал этому швайдеру. И весь этот сырбор из-за денег. Нет, скорее всего. Ограбили из-за ячейки. А деньги? Так, прибрали-то кучи. Ищите Каштанова и Конюхова. Спиридонов, Кузьменко, Каштанов, Конюхов. Ты, естественно. Кто еще в вашей банде? Больше никого. А Рыженко? Нет. Кто еще из сотрудников банка? Я же сказал, больше никого. Сам это вот все придумал? Сам. Ох ты, Сам Самыч. Ячейку зачем взорвали? Думали, там драгоценности. Ну и? Там не было ничего. Что ты врешь-то, а? Каштанов, Конюхов где? Деньги где? Понятия не имею. Ну а если подумать? Я действительно не знаю. Он действительно и не знает. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Лечись. Сержант! А знаешь, Федор Павлович, мы ведь взяли твоего коллегу. Какого еще коллегу? Ну того, который вроде в Астре отдыхал. Ты рассказывал Петракову о ячейке лившица? Артему? Артему. Так это он что ли? Не может быть. Все может. Так ты рассказывал. Или он так и был в курсе? Так еще не поговорил бы. Так в общих чертах только. Так он, должно быть, сам догадался, что это может стоить, а? Вот скотина. Мы же прошли с ним столько. Ты знаешь, где он может скрываться? Вы же взяли его. Его взяли. Дружков нет. Домик у него в деревне Вышкино. От бабки достался. На его троюродного брата записан. Ты тут? Что-то Артема давно нет. Он же еще вечером уехал ребят проведать. Проведать. Завалит он их. Злой ты. Зато ты полон добра и ласки. Нельзя быть таким доверчивым. Текать надо, текать. Сказали здесь ждать. Может еще дела какие. Да и деньги-то с оконами у нас. А если его повязали? Вряд ли. Кто его здесь искать будет? Он же в альпах на лыжах катается. Боб, валить надо, а? Да не переживай ты сильно. В этой глуши нас никто не найдет. Давай так. Еще час ждем, если нет, то валим. Угу. Расскажи мне все-таки, как ты эту сигнализацию отключил? Вон что, пока Реутов точил ляс с начальником охраны, я все подкрутил. Ни один пожарный не заметил бы. Ну, а Косте оставалось только домовуху пустить. Здорово ты это сделал. Я, если честно, всю жизнь мечтал инженером стать. Но с моим ростом и весом, разве бывают такие инженеры? Да. Я весь этот компьютер случайно раздавить могу, если в руки возьму. Да ты все что угодно раздавишь. На землю! На землю, быстро! Полиция! Быстро! Руки за голову, быстро! Дом досмотрите. На лавочку я. Встать. Давай! Молодцы, ребята. Ну что? А, горилла. Здорово. Я не горилла, я Боб. Не горилла, а Боб? Помнишь меня? Прости меня, брат, не разобрал я. Это он тебя жать, да? Ну конечно. Ребят, да я случайно, правда, не разобрал я и так в полсилы. Да не переживай, зато в тюрьме никто дразнить не будет. Да я вообще-то пацифист. Что ты говоришь? Миролюбивый грабитель. А менеджера из банка не жалко? В доме чистое. Нашли пакет. Ну чё там? А ну-ка. Давай, 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 давай. Надо же. Красота какая. Ну давай. Ребят, ну чё, пакуйте их. Давай, пошли. Пойдём. Пошёл, двигай. Привет. Эдик, любимый. Асенька, как ты тут? Что, лежишь? Голова болит. А я прямо сейчас должен бежать. Как? Почему? Да, кое-какие проблемы, но всё будет хорошо, ты не переживай. Что случилось? Скажи. Ты понимаешь, пока я в Швейцарии доклад делал, банк ограбили. Какой кошмар. Ну, ты, ты не переживай, не бойся. Просто мы и охранники тело наделали, и Федя, и Артём там уже сидят. Подлицы. Федя? Артём? Да, Артём вообще оказался гнидой, предателем. Много денег украли. Если б только в деньгах. Дело. Здесь кое-что другое. А что-то ценное? Да, всё будет нормально, ты не переживай, не бери дурного в голову, всё будет хорошо. Эдичка, любимый, только будь осторожна, я тебя очень прошу. Да всё будет замечательно. Скоро вернусь. Я побежал, побежал, дело делать. Я одного не могу понять, кто Петракова и компании наводку на икону дал. Они же только Лившицы котиков знали. Не только. Жена Лившица знала, я думаю. Муженёк мог её растрепать. А она же Петракова сказала, иначе не клеится. Думаешь, это её идея от начала до конца? Спланировала не она, но идею подбросила. Ой, не любите вы женщин, товарищ майор. А? Чего? Обожаю. Но прижать её не удастся, доказательств-то нет. Это да. И Петраков её сливать не будет. Если только муж сам догадается, кто его нагреть хотел. Тогда может ещё один труп нарисоваться? Вполне. Но не нам же её сейчас охранять. Ну да. Кстати, а откуда у Лившицы икона? Она же пятнадцатого века. А Лившиц теперь говорит, что первый раз её видит, что в ячейку ничего не клал. А икона, по словам экспертов, давным-давно, ещё в девяностых, из Суздаля похищена была. Приобрёл, видимо, недавно. Может для себя, может для продажи. Ну, сейчас-то мы этого уже не узнаем. Это-то да.